Я Валентин Томашевский, приветствую вас у себя на канале. Итак, кривоглаз. Именно глаз от слова голос, а не от слова глаз. Он ревет голосом. Итак, что же это за герой? Фракция племена Агринов. Это редкий герой, однако он из воидов, поэтому достать его только можно из воид осколков. И это не так часто происходит. Моделька давно разработана, выглядит он отлично. Вот он ревет, пожалуйста, своим голосом. Давайте посмотрим на его навыки. И вкупе с ними на параметры. Итак, ауру увеличивает скорость союзников в криптах фракции на 15%. То есть герой как минимум на крипты фракции будет довольно полезен. Дальше, атака на повал. Это третий навык. Рассмотрим его. Накладывает маленький штраф защиты, маленький штраф атаки. С вероятностью 75% улучшается до 100%. Все это дело на два хода. Атака по всем врагам и урон от атаки. Аналогично, похоже, так же атака по всем. С вероятностью 50% меняется до 75%. Штраф скорости на всех на два хода. Урон от атаки. И базовый навык. Атака по всем врагам с вероятностью 20% до 30% улучшается. Накладывает блок небазовых навыков. Шикарно. Урон зависит от атаки. Мы посмотрели, что везде урон зависит от атаки. Однако, атака у героя крайне низкая. Ибо он является героем поддержки. Объявлен. Поэтому атака у него всего лишь 1000. Неважнецкая у него защита и здоровье. Хотя 900 защиты вполне себе. Скорость хорошая. 99. Крит шанс. Крит урон. Сопротивление меткость. Ничего выдающегося. Так что параметры атаки как-то действуют мимо того, чтобы он наносил достойный урон. Однако, все навыки все бьют по всем. Давайте посмотрим, например, талантов. Вот какие взяты таланты. То есть, здесь до книжки для того, чтобы улучшить параметры, которые будут давать комплекты. И здесь плюс 20 на крит урон. Однако, если у вас высокий крит урон за 200, то я думаю, лучше взять крушитель шлемов. Это лично мое такое вот мнение. Также предлагается вот такой вариант распределения талантов на арену компании Фракционные войны. И вот такой на кланового босса и подземелье. Даже интересно. Давайте посмотрим на моего ревогласа, которого в данный момент я буду представлять. У него одет комплект оглушения. И в силу этого таланты взяты крайне похожи на те, что предложены были только что. То есть, он в ветке защиты идет до гнета. Здесь же у нас есть контратака и накладывание жестокой жатвы. А в этой ветке мы высасываем дурным глазом немножко шкалы хода. Пытаемся увеличить шанс на штрафы и положить их больше, чем на два хода с 30% вероятностью. Соответственно, в таком прикиде, что мы имеем. У нас есть 18% плюс 5% талантов. Шанс на то, чтобы наложить оглушение. И когда мы бьем по всем, то соответственно половину где-то он должен оглушить. Ну, так как это редкий герой, то навыки естественно выкачаны полностью у него. Вот такие у данного героя параметры. То есть, практически 100% крит шанс, 200% крит урона у него. Ну, атаки всего лишь 2600. Но вы помните, что у него базовый 1013. 240 меткости из того, что важно, для того, чтобы обеспечить собственно эти самые все штрафы. Альтернативный вариант, что ему одеть, это конечно же вместо комплекта оглушения, кражи жизни. Для того, чтобы он отхиливался, постоянно отлечивался. В данном комплекте ему нужна какая-то поддержка, которая будет его подхиливать немножко, подлечивать. Либо, чтобы он настолько был крут, что убивал до того, как его смогут повредить. На арену, кампанию или фракционные войны. Также можно одевать комплект контратаки и скорости. Либо комплект атаки плюс скорость. Ну, и также три комплекта скорости на то, чтобы быстрее ходить и быстрее накладывать эти самые штрафы атаки и защиты. Ну, и где же его можно использовать? Такого сильного, красивого и независимого. Давайте возьмем сначала моего, посмотрим. мою модель, скажем так. Сходим на 12-6 с ним, посмотрим, как он там воюет. Делай раз. Делай два. И делай, собственно, три. На третьей волне у него все проблемы. То есть, ему приходится два раза атаковать. Отсюда где-то 10-13 секунд времени. Так как он воет, то, собственно, разницы между 12-3 и 12-6 большой нету куда ходить. Первые две волны он обычно шотит. На третьей волне обычно ему приходится делать два удара. Потому что тот навык, которым он бьет, он не такой особо домажный. И давайте глянем на такого ревоглаза, который помоложе, который значительно слабее. 16 тысяч у него. У него таланты вот такие. Навыки выкачаны полностью. Одет вот он вот так. То есть, у него одет один комплект кражи жизни и два предмета, которые не собираются в комплект. Скорость и перчатки на крит шанс. И в результате получается вот такой всего лишь. То есть, он не полностью выкрашен. Поэтому у него не вся. 990 плюс 940 атаки. Вот такой шанс. И крит урон всего лишь, видите, 65%. То есть, существенно отличается. Но, однако, вы видите, что это начальный аккаунт. 43 уровня. И нас интересует, как же на этом аккаунте будет себя вести. Качер корма ревоглаз. Мы пойдем на 12.3. Это третий уровень сложности. И ясно, что 10 секунд мы здесь не увидим. Но насколько все будет хорошо или насколько все плохо, давайте посмотрим. То есть, первым навыком на этот раз он уже не убивает всех. Однако, легко отхиливается полностью назад. Вот он первым навыком бил. То есть, второй и третий навык он потратил на первой волне. Вот. И, соответственно, опять их повторил на второй волне. За три удара. И с тех же самых, я так понимаю, 12 секунд он потратил сейчас и на третьей волне. Да. Мы имеем 36 секунд времени. Не самый выдающийся результат. Но вот видите, какой у нас здесь большой зал. То есть, мы еще очень начальный аккаунт. Так что, мы видим, что он шикарный качер корма. Дальше, второй вопрос. Арена. Может ли он что-то сделать на арене? На арене он хорош только в самом начале развития аккаунта. Когда, собственно, актуально то, что он может сразу одним ударом и нанести и урон. И штраф атаки, и штраф защиты наложить. Соответственно, нам важно, чтобы это была одна из первых атак. И уже потом наши. То есть, в качестве разломщика мы его отправляем на арену. В эндгейме, естественно, это уже не котируется. Поэтому на арене он очень такой средненький. На кампании и фракционных войнах давайте рассмотрим. Пользуясь тем, что сегодня Огрин Трайб открыт крипт. Мы можем сходить на начальном аккаунте, посмотреть его. Понятно, что здесь нет Огринов вообще, в принципе, как класса. Здесь есть только вот череполом недокачанный, недокрашенный и ревоглаз. И, соответственно, вот давай же грузись ты, Господи, что столько можно тянуть. Можно посмотреть, как ревоглаз себя ведет здесь. Ну, без проблем зачищает стартовые локации. Ну, а дальше, со временем, когда наберется каких-то Огринов, пройдется дальше, то мы увидим другое его. На моем аккаунте, если посмотреть крипту племен Огринов, то здесь вот он помог только что перейти с 17 на 18 уровень тем, что мы ему одели комплект оглушения. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... На 19-м этот контроль не помогает, потому что у нас здесь заморозка и оглушение, а Атуры вместе с Келлией игнорируют и заморозку и оглушение. Их надо по-другому проходить. Следующее место, куда годится наш герой обзора, это дракон. На 22 дракона мы не возьмем его в эту пачку, он ничем не улучшит. Но тут есть один момент. Недавно ввели турниры для прохождения, можно брать только героев редких. И вот тут все совершенно меняется. В бой пойдем вот такой пачкой редких героев. И здесь мы будем выживать исключительно на волнах за счет ревогласа. За счет того, что он наложит и штраф, и вот видите, хоть на нескольких героев, хотя в частности в данный момент всего лишь на одного, он наложит стан. Дальше второй ход он походил, опять на кого-то наложил оглушение. И таким образом, то есть постоянно кого-то исключают из атаки, мало того, что он на них накладывает, еще кучу других штрафов вы видите. То есть и ну тут целый список, короче. И именно это позволяет пройти волны. Давайте пройдем волны. 56 секунд они били первую волну. Вот вторая волна сейчас. Ревогласу слово дали и сразу видите им порезано. И атака уменьшена, и защита. Так же в ответ на бонус скорости ревоглас всем повесил бонус, ой штраф скорости. Так что сбалансировал это дело. Ну и таким образом, то есть не очень быстро, все-таки это редкая команда, и это как ни крути, 20 этаж подземелья. Вот, ну минуту за три они это дело пройдут. Здесь команда уже обречена, вы видите, все наклонили голову и ждут своей смерти. Давайте уже посмотрим на финиша, какие цифры покажут герои. Ну вот обещанные три минуты прошло, даже в 2.53. Вот результат, и мы видим, что ледяная банши, она основной урон нанесла на боссе. И вот наш ревоглас 600 тысяч, это на волнах, то есть он помогал нам пройти волны. Очень хорошо, и не так важен был урон, как важно то, что его штрафы и его контроль позволили им и надойти. Не так много с него было пользы в комплекте кражи жизни, как с комплекта оглушения. Следующая зона, гнездо паучихи. Здесь тоже наш герой годится, однако он не ниже 15 уровня, будет нам помогать. Лавовый рыцарь замок. Это то место, где он, слава богу, хоть где-то бесполезен. Плато ледяного голема, так же как и паучиха, ревоглас годится только уровня до 15-16. Лабиринт Минотавра следующий у нас идет по очереди. И это место, где очень хорош ревоглас, однако он все же хорош на начальных уровнях. Давайте вернемся к нашему аккаунту 47 уровня и посмотрим здесь. Stage 13, не будем вас мучить, 6 минут он проходит. Вот 12-й, давайте посмотрим. Итак, кто у нас здесь стоит, красные герои вполне пойдет. Вы помните, что герои одеты очень слабо. В начале игры очень тяжело добыть предметы. Просто посмотрим хотя бы в начало. Да, то есть все та же самая механика. То есть он в самом начале на волнах. Видите, кроме того, что наносит всем штраф атаки, штраф защиты, наносит еще и урон. Собственно, видимо не будем ждать конца. Посмотрим сейчас вторую волну. На мини-боссе, видите, ревоглас хорош. Он вешает ему и штрафы все, как положено. Не отлынивает, как робор. И выполняет свою функцию полностью. То есть он, собственно, тут в одно лицо практически прошел. Хотя помощь варлорда крайне существенна. Ну, медленно. И это всего лишь был 12-й этаж. Однако, понятно, что со временем, лучше его одевая, пройдем ниже. На цитаделях он полезен. В цитадели арканы, силы и тьмы. То есть там, где, собственно, в аркане и в силе очень полезны его штрафы. Это два таких места, где вообще без разлома брони очень тяжело. Ну, а цитадель тьмы нам надо быстрее убить, пока нас не отравили. Цитадель магии и цитадель духа, он годится до какого-то уровня. Исключительно потому, что это воет герой, который бьет по всем. И он, как минимум, поможет пройти волны. И давайте поставим оценки нашему герою. И попрощаемся, собственно. Гнездо паучихи. 7 из 10. Я поставлю ему четверку. Главы компании. Поставлю 9 из 10. Ну, давайте пятерку, не будем сжаться, чего уж там. Атака на арене. 6 из 10. Поставлю четверку. Клановый босс. 2 из 10. Поставлю двойку. Четко накинем по пятибалльной системе. Лабиринт минотавра. 9 из 10. Поставим пятерку. Защита на арене. Ну, не сильно я ее отрываю. Вот атаки на арене. Вот. И там, и там. 6 из 10. Можно ставить тройку, четверку. Где-то так. Замок главного рыцаря. Не будем даже оценивать. Ну, хотя, может, кому-то там поможет на волнах. Плато ледяного голема. 6 из 10. Поставим тройку. Логово дракона. Отлично будет. 8 из 10. Поставим четверку. Цитадель тьмы. Здесь будет 9 из 10. Поставим тоже четверку. Цитадель силы. Тоже четверка. Цитадель духа. Поставим тройку. Цитадель магии. Тройку. Войны фракций. Наши любимые. Поставим пятерку. Качкорма здесь не оценивается никаким образом. Вот, собственно, все на этом. Сохраним результат. Очень герой понравился, если что. То есть, особенно хорошо такого героя получить в начале игры или в середине. Вот, я его получил уже в эндгейме. Он мне бы и не пригодился, лежал бы на складе. Если бы не новое вот это нововведение, что проходить турнир дракона редкими героями. Вот, это мне понравилось. Так что, надеюсь, где-нибудь еще мне пригодятся такого плана редкие герои. А на этом, друзья, все. Спасибо, что смотрели. Всем удачи. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!